И мы вам часто показываем, где мы машину красим. Точнее, мы вам это дело и не показываем. По одной простой причине. Да нет тех людей, которые машина красит. Ну, кое-кто есть. Но если бы вы красили свои машины, вы бы наверняка обратились в программу Автостоп. А с учетом того, что вы не обращаетесь в программу Автостоп, я не знаю, красите ли вы машину или нет. Мы приехали сюда на Сурикова 10. Если честно, мы пригнали все свои машины. Потому что здесь человек красит машины. При этом красит он их великолепно. И цена-то невысока. Так что думайте, куда мы пригнали свои машины. Если других в программе Автостоп сюжетов о том, кто ваша машина красит, и нет. Вот так вот и получается. Я честно красил все машины всего в нескольких местах. А машин-то было немного. Две в Хонде. Три с покойником Женькой. А остальные только с Павлом Базаровым. Ну, понятен результат. Мне нужно качество. Мне ваша понтанутость не нужна. Мне важен результат. И нормальные цены. А сегодня я могу с позиции самого крутого автомобильного телеиздания России сказать, где качество. Только здесь. А остальные в очередь. Пока я не посмотрю ваше хозяйство. И не двигайтесь. Я понимаю, что вы настоящий мужчина. Вы настоящий коллекционер раритетов. Что за вашей спиной? За моей спиной стоит Нива. Это Нива, будем говорить, первая Нива, которая выпускалась у нас в Советском Союзе еще. Этой машине, этой машине в этом году исполнилось 30 лет. Эта машина принадлежала моему отцу. Продавать ее за гроши мне не хотелось. И поэтому в память об отце я хотел ее восстановить и продолжить эксплуатацию. Так как эта машина очень надежная, показала себя очень хорошо, работала в сельской местности. И вот я решил ее обновить и продолжить эксплуатацию этой машины. Еще раз скажу, что этой машине 30 лет. И она, по сути, гораздо старше, чем мои автомобили. Моя автомобиль, ну, 91-го года. То есть, ну, понятно. Примерно вот тогда, когда нее и появилось, вы ее и купили. Возникает дивный, замечательный вопрос. Раз мы начинаем стебаться, потому что в свое время автостоп также пытался заработать деньги, как и топ гир, но что-то не получилось. И они начали стебаться, да? Ну вот. А теперь уже другие денежки. Так возникает вопрос. Кому вы отдали свою машину? Просто мы то же самое рассказывали и показывали вещи, в которых очень много машин стояло. Но вот здесь машины не стоят, здесь машины делаются. Ну да, я услышал об этой фирме. Она находится на Сурикова 11, фирма «Феникс». Я слышал о ней от друзей, да и рекламу где-то видел. Я решил подъехать и поговорить с ребятами. Ну, приехав, поговорив, в принципе, оценив, во сколько мне это обойдется, восстановление этой машины, я подумал, что, ну, за небольшие, довольно-таки небольшие деньги я восстановлю эту машину и буду продолжать на ней ездить. А вот теперь мы поговорим о том, чего я в действительности видел. Я смотрел как-то National Geographic. И вот там одна девушка в свое время сказала мне, главный вопрос, она была такая, чисто беленькая, чисто беленькая, вся в белом, еще и блондинка. Она по-английски говорила. Так вот она сказала одну замечательную фразу, что гораздо проще старую машину восстановить, чем новую купить. Ну, насчет проще не знаю, потому что есть свои нюансы, но все равно, я думаю, считаю, что это того стоит. Сказать честно, человек этот пришел в клуб по наставлению автостопа. Клуб это круто. В этом клубе экономят ваше время и в этом клубе делается ваша машина. Здесь могут, конечно, пободаться со страховой. А страховые агенты у нас клевенькие такие. Вам поменьше, но для себя и для своего козявки знают правила, писанные для чудаков. И по этим правилам альфа-страхование выезжает и в Челябинск. Ну да ладно. А сюда приезжают только те, кто хочет ездить на своем авто. Причем реальные автовладельцы. Замечательный вопрос возникает. Цены поднялись, да? Доллар прыгнул, скакнул практически в два раза вверх. И, естественно, люди пытаются что-то там заработать. И в результате те же запасные части, тот же металл, становится в два раза дороже. Но если понимать суть события, металл же он пластичный, его же можно и обратно выгнуть или выстучить. Ну да, сейчас с современным курсом доллара цены как бы очень сильно поднялись. И в два раза, и в три раза на некоторые позиции по деталям. Поэтому сейчас как бы стараемся клиентам объяснить, что можно все восстановить. То есть многие детали, там наружные кузовы, особенно бампера. То есть я собирал лично, прям мне приносили пазл в пакете. Из кусочков собрано, и до сих пор этот автомобиль ездит. Внешне он весь целенький, красивенький. И цена вопроса как бы намного ниже, чем даже когда цены были на уровне прошлых лет. То есть надо понимать, что хорошие автомобили закончились на Mercedes 140 в 98 году. Вот. Ну и до этого уже машины стали собираться из кусков пластика на металле. Сегодня сейчас по сути часть машин это тоже пластмасса, да? Вот. Но пластмасса также собирается, потому что особых вариантов-то и нету. Да, пластик практически любой. То есть, ну кроме некоторых моделей китайских автомобилей, паяется, все склеивается. Есть специальные припои, есть специальные инструменты для этого. Мы все это дело собираем. То есть там практически любой сложности. И мы можем говорить о том, что ценники-то по сути-то у вас не приподнялись. То есть я, конечно, понимаю, что приподнялись ценники на то, из чего вы делаете. То есть материалы это выросли, да? А по цене в рублях все то же самое осталось? Да, то есть материалы там, расходники, краска, это все, конечно, цена приподнялась. Ну, а наша работа наоборот, она стала ниже. Потому что уровень сейчас жизни людей тоже понизился, и немногие там могут заплатить тот объем денег, который хотелось бы. Поэтому мы тоже гибкие стараемся цены на уровне держать там потребителей. И вообще, понять-то надо, ситуация бывает сложная. Страхование-то бред. Было бы мое желание, я бы эту страховку засунул туда законотворцу, откуда ее не выкрутить. В мире, где нет понятий нормальных, мы и живем. В этом мире кто-то считает себя правым. И в этом мире наказ виновников будет, и для этого будут сюжеты. По одной простой причине они будут. Нечего создавать аварии и гнать без мозгов. Давайте их включать и понимать, кто делает реально, а кто нет. Так вот, вы и должны понять, где мы красим свои машины. При этом надо понять, кто красит свои машины здесь. Как вы думаете, кто красит свои машины? Это, пожалуй, единственный человек, владелец настоящего, практически раритетного автопарка. Представляете, да? Потому что я езжу на машинах, я их люблю, я очень люблю свои машины, я их умею делать. Но, к сожалению, пока у меня нету места, где я мог бы их красить. Хотя, по сути, для меня другого-то и не надо. Я отвожу свои машины Павлу Базарову, и он их красит. И хотя рядышком ездят и остальные вещи, к примеру, хорошая штука, вообще классная штука. Представляете? Ну, да ладно, то есть, вам надо понять, куда приехать. А приехать надо сюда, на Суриково-11. Доехать достаточно просто. То есть, приезжаете перекресток Комсомольское и Советское, и едете вверх. Вот башня там у нас стоит, она уже не башня, типа питьевая башня, она сразу. Едете туда вверх, и потом налево поворачиваете. И доезжаете до Сурикова-11, где потом и получаете свой классно выкрашенный и хорошо сделанный автомобиль за весьма дешевые деньги.